Это отдельная целлодьемкая произведение Шелковопады и Ведения Падховки. И наиболее важный момент именно комментарий чай к шастрам. Такая традиция, что без комментариев авторитетность шастры не понимается. Необходимые комментарии. Как говорят ученые? Почтам ученые. Говорят, что Бхагалабит – это йога-шастра. А, последний суть йоги. Как бы йога-татру. Что такое йога? Как достигается при помощи йоги-целли? Что-то за метод Бхагалабит и Кришна – метод йоги. И так же он говорит о себе, как о цели йоги. И Шелковопады в комментариях делает акцент на вакцин, на преданность к лишним. Комментарии они уникальны. Не только на слова Кришну пришли внимание, но и на самого Кришну. Это Бхагт идет. Его комментарии уникальны. В этом смысле. Как правило, мы получаем знания от людей, академическое образование, не интересуются источниками своего цели. Только стороной в ученых, но не стороной в личности. Когда вы не увидите, чтобы кто-то из обычных учеников академических интересовался личной жизнью какого-то. Или ученик, у учителя интересовался даже личной жизнью. Сколько браков, сколько разводов. Это дружеские отношения. Совсем другие отношения. Но здесь и на правопадах говорит, что есть личность Бога. Попутшая личность Бога. И весь интерес Бхагавадгита направляет на другую сторону, на рассказчика. И объясняет, что это как бы душа Бхагавадгиты. Дух, который раскрывает смысл того, что говорит Кришна. Кто такой Кришна? Раскрывается суть Его слов. Вот это. Комиталия Бхагавадгиты. Сколько преданно может таким образом вести вот этот. И сейчас сами же стихи Бхагавадгиты 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 раскрывают. Итак, мы говорили о том, что здесь нужно медитировать на верховном личности Бога. Духовном царстве. Так вернуться к Господу. Это уже объясняло здесь. Такой мотив уже раскрывался. И слушайте Думаю Господи под силу любому человеку. Здесь пропадает, что это не какое-то недоступное знание, какое-то сложное. Совсем просто обед. На каждом еще другом. Где был он, не родился, кем был, не был. Ну слушайте Кришну. Поэтому Господь говорит. Здесь приводится несколько стихов из 9 главы Глубки. Два стиха. 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 Он говорит даже, потому что материальное умение это слово употребимо, слово даже, потому что есть невежные существа, материальное умение это слово. Это относительно материальные условия. Кто-то может сказать, что у него нет памяти или разума понять философию или нет условий, у кого-то нет денег, у него средоточество на духовном, работает на единочном. Тогда, конечно, говорит даже. То есть любой человек. Здесь Господь говорит, что любой человек, даже торговец, падшая женщина, рабочая и самая последняя из людей может достичь его. Для этого не нужно обладать развитым интеллектом. То есть в том, что каждый, кто следует принципам бахти-йоги и признает духовного Господа в сумму гону, высшему гону, высшую целью и предназначенную в жизни, может перенести свобитель Господа в духовном небе. Важный. И вот поскольку вот это слово «даж» употребляется, то многие люди интеллектуальные, как бы развитые, гордящиеся своим развитием материальным, они могут думать, что этот процесс для каких-то очень простых людей невежественной бахти. Ну вот для таких падших людей как раз нужно бахти-йоги. Но это развитые люди, несостоявшиеся личности. То есть смотрите, каково препятствие для бахти-йоги? Только ложный город. Вот даже обычные люди простые могут это практиковать, но гордым людям очень сложно это делать. Даже если они интеллектуальные, ученые, образованные, им трудно это делать. Но на самом деле это просто. Если вспомнить, что я не делаю, а душа, это очень важно, скажем, для человека, который страдает в этой мире, если он потерял надежду на всякий успех и счастье в этой мире, он быстро признает, что я не это делаю. Но мне само такое тело не очень нравится. Такая жизнь. Поэтому я легко могу признать, что я не тело, я душа. Хотел бы думать, что я возручная душа. На уровне тела я никто, но я душа. Тоже ложное самомнение, но вот эти обстоятельства материальные, нуждающие, сострадающие и так далее, помогают, подталкивающие к какому-то. Но человек с развитым интеллектом может гордиться больше. Он ценит свое тело, ценит свой интеллект, положение в обществе, знает свою репутацию высокую и так далее. Поэтому ему труднее предаться, может быть, кришне. Поэтому кита начинается с того, что перестань быть благотворителем, благодетелем в этом мире. Перестань быть плохим или хорошим. С помощью этой души. А потом, когда ты знаешь, что это душа, вернись к прямой газовости снова. Ты к шагу. Следуя принципу несложного благодетия, человек сможет сделать свою жизнь совершенной. И раз навсегда разрешить все проблемы материальной жизни. В этом смысл и суть учения Бхагава Духа. Здесь Пхаба Духа использует такое решение как раз и навсегда. Это вообще возможно, материальные? Какую-то проблему решили, но не навсегда. Мы уверены, что это навсегда проблема решения. Потому что мы снова повторяем те же самые ошибки. Мы исправляем ошибку какую-то. Затем снова совершаем ошибку. Почему? Таково положение несовершенного живого существа в этой мире. И он всегда будет совершать ошибки. Он сможет раз и навсегда избавиться от своих проблем. Поэтому Кришна Вадагарати Арджуния, что я тебя защищу от всех твоих ошибок. Потому что будут ошибки. Вот смотрите, мы встали на путь вленного служения. Это возвышенный путь. И мы читаем Бхагаву Гиту, мы принимаем истину. Хорошо. Это означает, что мы не совершим ни одной ошибки. Нет, ошибки будут каждый день совершаться на этом пути. И дурные поступки тоже могут совершаться на этом пути. Время третий. И даже очень дурные поступки могут совершаться на этом пути. Время третий. Кришна Вадагарати Арджуния это все тоже объясняет. Что так именно происходит. Поэтому он говорит, как быть в этом положении. Продолжать свое преданное служение. Потому что от ошибок защитит он сам. А он вам сраба пьет. Не беспокойся. Я это. Что есть? И не нужно беспокоиться. О своем несовершенстве. Раз навсегда можно разрешить все проблемы материальной жизни, когда мы переходим на духовную платформу создания души. Это не ошибка. В этом мы не ошибаемся. В заключении необходимо отметить, что Бхагава Гита это духовное произведение. Читать которое нужно очень внимательно. ГИТА ШАСТРАВА ДАМ ПУНЯМ ДЯКТА АПАТЬЕК ПРАЯТА АКУМАН То, кто должным образом следует воспалению Бхагава Гиты, сможет избавиться от всех страданий и тревог жизни. ГИТА ШАСТРАВА ДАМ ПУНЯМ Д aslında благоприятности, что читает Бхагава ГИТА. ЖЭТА, ПАЯ ШАГАЯ ДИ ВАРЖИТАА он избавится от всех страхов которые преследуют его в этой жизни. Вишнаманама АВАПНАТИЯ в следующей жизни достигнет Духовного Мира. от всех страхов. В процессе сознания Кришны, в процессе практики, при этом постепенно поймет природу страха, осознает людей страха и беспокойства. Из страха и беспокойства люди говорят одновременно во всем. Заметили, как трудно и стремнее вести разумный диалог, удерживать линию беседы. Всегда нужны ведущие, которые направлял, что мы отвлекаемся от тем, потому что ума охватывает беспокойство на каждом, по каждому полу. И когда он беспокоится, чего-то не понимая, начинает медитации, искать ответ различных, он не спрашивает у нас, нет культуры, вопросов. Препрашено, Сева, это удачно. То есть нас не обучали обращаться к духовному учителю, когда приходят сомнения и беспокойства. Поэтому он просто действует как Чан Ча Ла в активном режиме, в спокойном режиме Чан Ча Ла, ленивый, медленный, когда он в страхе начинает выстрелить ума. Хотя на самом деле в страхе он должен сосредоточиться на вопросе, спросить и услышать ответ. И тогда он понимает, что страх – это просто иллюзия, определенное состояние ума. Лишь определенное состояние ума. Рассредоточенность – это и есть причина страха, технических. Рассредоточенность означает, что у человека много материальных желаний. Это уже беспокойство, представьте. Попробуйте выставить последовательность в своем теле желании. Очень трудно. Как понять, с чего начать, следующий шаг, как продолжить. Столько всего, столько желаний, столько желаний, столько желаний. Эта рассредоточенность порождает неуверенность, страх, беспокойство, ослабление энергии внутренних. Это состояние ума. И это не что, но как просто иллюзия. Определенный режим деятельности ума, не больше. Страхов не существует. Бояться нечего вечной души. Как она может чего-то бояться душой? Но поскольку ум упадает в области ума, беспокойного ума, она испытывает иллюзорный страх очень глубоко. Она начинает верить в смерть. Верить, что она состарится и умрет, исчезнет навсегда. Эта иллюзия, страх. И как-то изучает боговый вид, постепенно она может осознать иллюзорность этого состояния и освободиться от этих страхов. У этого пути есть еще одно преимущество. Если человек читает Бхагава Гито со всей искренностью и серьезностью, то по милости Господа он избавится от всех последствий своих прошлых веков. В последние годы Бхагава Гито Господь во всеуслышанно возглашает «Оставь всевозможной религией и просто предай себе». «Я спасу тебя от всех последствий своих грехов. Не бойся ничего». Таким образом Господь дает на себя заботу о том, кто предается ему и освобождает такого человека от всех последствий своих грехов. Что это означает? Это означает, что если человек не придется Кришне, а действует в этой мере на свой разум, он совершает ошибки и грехи. Это понятно. Даже разумные люди совершают ошибки. Понятно все. И тогда требуется прорежь чита. Есть особый процесс, рекомендованный. Прорежь чита – то, что мы называем в нашей культуре покаяние. Нужно идти просить прощения у Бога. Каяться. Нужно молиться. Признать свои грехи. Признать. Раскаяться. Грехи – они тяжестью на сердце оседают. Интересный момент. Даже если в обществе признано, что это нормально, все же на сердце тяжестью остается греха. Потому что грех, что только грех, когда болят или предают, является религией Богом. Ни человеком. Даже если скажешь, что это не грех и будет дело, все равно в его сердце будет тяжесть, потому что Бог у него другое определение. Это конфликт с Богом. Все умственные проблемы и беспокойства исходят от этого конфликта с Богом, вот этой больственности. Я говорю, что это нормально. Жизнь такая. Я здесь непосредственно в жизни. Я знаю, как жизнь, как люди живут. По-другому не проживешь. И все равно мне тяжело на тему. Тогда проешь чита. Специальный процесс для очищения. Иди покайся. Искренне. Иди плачь. Признавай свои грехи. Не говори, что ты нормально. Скажи, что ты греховное. Скажи, что ты грешник. Скажи, что ты попадаешься не совершать больше таких ошибок. Раскаивайся. Это проешь чита. Но здесь, в этом стихе, конечно, говорит, что не нужна тебе проешь чита даже. Если ты занимаешься преданным служением, передаешься непосредственно мне, не идешь на религиозный путь, а какими-то хармами, реведениями, а непосредственно ко мне обращаешься, будь ты женщина, реваешься, не просто обычный глупый человек какой-нибудь образован. Не важно. Тебе не нужна проешь чита. Не нужен процесс возвышения. Не нужна йога и покаяние. Не нужна проешь чита. Я тебя сам от всего защищу. Ты будешь просто счастлив. На этом пути ты будешь чувствовать, что с уроком каждого очень сильное счастье и радость. Даже совершающие. Интересно. Фактически пропагивает. Здесь гарантируется освобождение любого. в одном стихе. Дальше одно еще не совершенное. Освобождение гарантируется от всего. Все. Непосредственно Бог защищает вас лично. Мала нирмоченам мумсан джалас нанам дине дине, сакрит питан ритас нанам самсара мала наше нам. Человек может каждый день умываться водой, чтобы смыть от себя грязь. Но если он хотя бы единожды совершит омывение в водах Бхагава и Гиды, что подобно священным водам Ганги, то вся грязь материальной жизни будет смыта с него раз и навсегда. Раз и навсегда. Здесь также говорится, что процесс необратимый. Например, очистившись сегодня утром, омывшись, мы все равно утром, завтра должны мыться. Мы снова загрязняемся, находясь в этой материальной среде. Постоянно нужно поддерживать чистоту через усилия. Но что касается духовной жизни, процесс необратимый. Очистившись глубоко по-настоящему, мы больше не оскверняемся. Об этом говорится в Бхагаватах. Магараш Морейши спрашивает, что это в Гославе. Какой смысл вы проищите в покаянии, в религии, в очищении грехов, омовениях. Если человек снова не будет грешить в этой материальной среде, зачем тогда еще мыться? Ну так, дети думают. Некоторые дети так думают. А чего толку мыться, мама? Все равно будет грязно. Ну а я тебе не мучаю. Нет, нет, ты должен быть чистый. Не заботиться, что постоянно лежит чистоту. Но это усилие, нужна привычка. Да, хорошая привычка. То есть нет привычки, и человек откажется. Мыться не будет, правда? Есть такое понятие, как отмыть поросенка. Это очень сложный процесс, оказывается. Что для человека в радость умываться, для поросенка это противоестественное просто. Он просто орет, как резанный. И такое выражение есть, потому что это эксцесс. Серьезный эксцесс. Просто как будто его убил, да? Он просто это живот, если его помыть. Помыть поросенка. Он обусловлен по-другому. Но здесь говорится, если ты раз омылся в духовное, к тебе уже грязь не приклеивается. Не может коснуться тебя сквермина. Это бхаговый вид. Поэтому она прославляется. Раз и не всегда, можно с этим покончить. И шуха-друга с вами отвечает, что да. Это как омывание. С вода он моется, потом усыпается риском. Сразу же снова. Да, бессмыслица. Рикшик говорит, сравнивает этот пример. И шуха-друга с вами говорит, что можно оставаться чистым, когда мы уничтожим не последствия греха, а причину греха. Например, последствия греха – это какое-то наказание. Ну хорошо, наказание – значит все. Мы очистились и смыли из себя этот грех. Как это? Но почему уже человек после этого снова начинает перешить? Вот, что вопрос. Желание стоит из семена греха оставить. И вот тут, что хотелось вам объяснять, что нужно именно уничтожить семена греха. Для этого нужно трансцензионное знание Бхагава-гита. Для этого нужно Бхагава-гита. Поскольку Бхагава-гита рассказана верховной личностью Бога, нет никакой необходимости читать какие-либо другие произведения юридической литературы. Достаточно просто, внимательно, регулярно слушать и читать Бхагаву-гиту. Наш лет люди так погрязли в мирских делах, что они в состоянии прочесть все книжеские писания. Но в этом и нет необходимости. Вполне достаточно одной Бхагава-гиты, так как эта книга имеет эссенция всех юридических произведений. Прежде всего потому, что ее поведал сам Верховный Господь. Ее помогает. Достаточно читать Бхагава-гиту. Тут правда описывается. Не можно читать никакие другие книги. Но читать нужно, конечно же, внимательно, под руководством, систематически следуя настольные слова Бхагава-гиты, и как ее изучать. Развитие права не падено, по липкошному цену и так далее. То есть нужно принять это авторитетно. Обучаться авторитетным обузам. Все современное образование в этом мире, оно не достаточно авторитетно. Не работает. Мы не можем при помощи высшего образования создать высоконравственных людей, высокообразованных людей. Не даем образование, но высокое образование, высшего, на самом деле, сочетается нравственность и квалификация материальная. Так много, тем не менее, дисциплину изучают, столько всего, и пытаются дать таких основ, чтобы они делали правильное мировоззрение, чтобы правильно потом действовали. Это неспешно. Это может быть там не читают Бхагава-гиту. Это какая-то причина. Бхагава-гита была до этой системы образовательной. Она существует сейчас. Она останется и после этой системы образования, которая постепенно в наших глазах уже лушится. Вся система образования сейчас лушится. Знаете, Бхагава-гита остается неизменным. Даже современные ученые сейчас, из нас некоторые ученые, доказали, что земля плоская. Обычные ученые. Она не грубая, она плоская. Там масса ее доказательств научно слышит. Люди в шоке все. Все сбиты с толку. Даже ученые не могут возразить на некоторые вещи. Что делать? Мы же верили с вами, что земля была круглая. Когда-то люди верили, что земля не движется, солнце. У каждого из Солнца нет солнца. Не движется, земля движется. Да они из этого сжигали ученых. Это страх. Когда-то думали, что ты с хрусталянием и прочее. Так много представлений. И все равно, что кроме ведических писаний, ведические писания остаются. Удивительно. То есть Бхагава Гид – это квинтэссенция сердечных произведений. И поэтому не беда, что мы не сможем прочитать себе и изучить начало до конца. Человек, который пьет воду из Ганги, обретает освобождение, то что говорит о том, кто пьет нектар Бхагаватгиты. Но в Бхагаватгите собран весь нектар Махатгаты, и она сошла с уст самого Кришны, изначального Вишну, Гита Махатгиты. Бхагава Гид – исходит из уст Верховной Личности Бога, а Ганга, как известно, дает начало в отрасный стоп Верховного Господа. Разумеется, уста Верховного Господа не отличны от его стоп. Однако беспристрастный анализ покажет, что по своему значению Бхагава Гид – это превосходит даже священное воду Ганги. Сарвопанишадогаго гаттагапаланандана партаватса суддибахта дуккангитагитаммагат. Бхагаватгита панишад – Бхагавагита, содержащая принцессенцию всех панишад, подобно корове, которую дует Господь Кришна, прославленный пастушок. Бхагавагатгита – это не просто метафора. Есть знание, которое пробуждает наш интеллект, и есть знание, которое пробуждает, симулирует наше творчество. Но Бхагавагита пробуждает. Это очень большая разница. Оживляет наше сознание. И когда мы получаем знание Бхагавагиты, в этом стране мы видим, что мы жили, собственно говоря, в мертвом теле. Мы в глубоко спящем состоянии находились, в анабиозе каком-то. Мы что-то пытались сознавать даже. Но мы находились в этом глубоком коконе невежества. Бхагавагита именно означает жизнь человеку. Поэтому здесь говорится, что Аджуна – теленок, это молоко, вот этот нектар Бхагавагита. А Кришна выдает это молоко собственными руками, и Аджуна пьет это молоко. То есть жизнь возвращается. Пример, значит, пища дается, высококачественная пища, молока, что пища, она, когда мы едим, дает нам энергию, силу жить. Вот Бхагавагита сранится с таким принципом. И, конечно же, если у премьевных есть какие-то глубокие сложности, то есть причина именно в том, что не внимательно читая Бхагавагита недостаточно. Деревать внимание, читая, изучая Бхагавагита. То есть мы должны получать эту пищу. Пусть же люди поймут, что есть только одно писание, общее для всех Бхагавагита. Согласны? Сейчас так и есть. Все читают Бхагавагита без разной конфессии. Они согласны, что это не разрушает их религиозные представления. Бхагавагита не требует оставить свою религию. Она просто призывает на Бога и любая другая религия. Служение Богу. Поэтому одно писание Бхагавагита сейчас. Если вы принимаете Коран на пути ислама, то вы не должны быть христианинами. Не должны. Но если вы принимаете христианство, то вы не должны быть христианинами. Но если вы принимаете Бхагавагита, то вы можете быть и тем и другим людей. Автоматически как бы преданным его должны мусульмане и всем, что он следует заповедям и любой религии. Согласны? Это Бхагавагит. Эка дева дева кипа утра эве. Есть только один бодра и всего мира. Шири Кришна. Эка мантра стасяна мани. Есть только один гимн. Одна мантра. Одна молитва. Его святое имя. Невих quot ввы-стата. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Рама. Харе Рама. Мрама рама. Харе Рама. Одна, имеет только одна lumpura и графика. Это завершение. Мы сегодня закончили своими введениями, как и предсказывалось. Историцами наши. Так и случилось. Сегодня мы закончили введениями. Мы читали это все. И вот здесь, какие ваши впечатления о введении, внимательно слушали. Вы запомнили все введения, конечно же. Вы очень счастливы в результате. Вы просветлены. Вы должны говорить, как моблицит. Давайте говорить. Вас на седаче еще не начинали. Вы увидите, вы начнете говорить о Кришне, и вы почувствуете, что сердце ваше число. Когда молчит, я не уверен. Но если вы заговорите, вы получите эту уверенность. Обретете эту уверенность. Я хотела спросить, когда мы принимаем профессиональный аспект Кришна, это заслуга наше, нашей сложной жизни. И это просто милость нам дали этому. Потому что была грамотка искрена. Интерес какой. Можно эту и другую причину принять. Но временно. Есть искренность. Ее можно пробудить вообще не с вредными. Обычно контакт с вредными пробуждает у нас это желание для этого служения. А желание это означает уже милость. Милость. Как я говорю. Только где желание. Ничего другого не нужно. Искренне нужно. Получается так, как изнутри идет, что если где-то услыхал, увидал, получается как связь налашивается сразу. Чувствует, что это да, вот этого искал долго-долго-долго. Да. Вам известно это чувствую. Всем известно это чувствую. А еще вопрос. Вот когда мы до первой причины, чтобы уничтожить вот это зерно, которое нам мешает приближаться, мы его должны уничтожать, это получается при приближении и узнавании Господа, при связи с ним, ну как по мере приближения. Получается у нас много на пути, получается, там преград становится. Это как испытание тут у нас, да. И вот именно первоначально это зерно надо просто осознать, понять и переосмыслить это, ну как по-философски рассуждениями, докопаться до истины, чтобы это именно, что тебя побудило совершить какое-то зло, отодвинуть в сторону. И в основе, чтобы уже стараться не подходить к этому. Люди идут в тренажерный зал. Зачем? Там куча препятствий. Там есть лента, по которой они бегают бесконечно и никуда не прибегают. Потом садятся и качают на мышцы, люди штамбы там тянутся. Что они делают? Столько препятствий. Это разве не препятствия для людей? Но они даже платят за это, что поделают. Фитнес-клубы бегают по этой бесконечности, что для этих штангов качают свою крест, там прочее. Сумасшедшие. Столько страданий. Но они хотят это делать. И так, таким образом, если мы хотим Кришне, мы входим в эту жизнь, как в тренажерный зал. Это уже не препятствие, это наш тренажерный зал. Видите, разница? Если мы хотим Кришне, мы уже относимся к жизни по-другому. Это не препятствие. Это не враждебная сила природы. Это мой тренажерный зал. И теперь я буду становиться сильнее и сильнее заниматься в этом тренажерном зале. Оберегу силы и так могут достичь цели. Жизнь, это будет школа. Препятствия нет. Никаких дорогах. Я имею в виду, извне всегда получаются какие-то преграды. Кто-то с руки как будто старается столкнуть. Или какой-то скандал какой-то нарывается человек. Или какое-то разоржение. Ну, вот так идет. Кто-то со стороны начинает постоянно как будто не двигать. Ну, да я об этом и говорю. Тренажерный зал. Есть физический тренажер, есть физический тренажер. Под самоконтролем это всегда имеется в виду. Ну, в ситуации. Нужно думать о Кришне. О Кришне. О Кришне контролирует ситуацию. Мы не сможем контролировать. О Кришне. Повторять Матру и приближаться. Да, да. Главное, главное повторять Матру и быть заняты преданным служением. Постепенно окружающие люди, которые нас беспокоили, станут от нас. Так, бесполезно. Кончено Кришне. Ничего не сделать. Потому что я заметил, когда в голове очень много мыслей просыпается, вот Матру начинаешь считать, сразу все мысли отходят, но как будто их нет. Вот связь налаживается определенный. И все мысли посторонние отходят сразу из головы. Потому что мыслей очень много в голове крутится. Так, так. Вопросов нет. Так, Кришна или Кришна? Нормально. Вопрос такой. Спасибо за лекцию. Вопрос такой о квалификации, которая, говоришь, упала в начале поведения, чтобы понять, хотя бы теоретически принять, что Господь Шри Кришна – он Бог. И вопрос такой. Если встречаются нам представители разных конфессий, как можно раскрыть эту идею? Не фанатично, но как разумно. Как раскрыть это понимание, что у Кришны есть та значительная личность, которую они стремятся в своей практике так же? Как раскрыть истину о том, что Кришна – это Бог? Один мусульман пришел к нам на Намаграту, когда-то здесь в Алматыни. Настоящий намаз, строгий мусульманин. Такой благородный вид, у него города, он традиционный мусульманин. И культура у него не агрессивная, хорошая. Но он пришел именно, ну, интересовался, что такое Кришна, и почему клубняется? Кришна – здесь Аллах. Уже Бог есть. Только последний в идее есть. Выдумка какая-то отклонение какое-то? С этими сомнениями ушел. И он сказал спокойно, что я послушал, все, но мне кажется, что Кришна – это не Бог. Он говорит, что это Бог Кришна. Он, мне кажется, это обычный человек, историческое лицо какое-то. Опыт. Он сомневался в этом. И тогда я его спросил, а каково значение имени Кришны? Изначальное понятие Кришны. Что означает? Он не знал. Я говорю, Кришна означает все привлекающие. Я понимаю, я понимаю, что если вы кого-то назовете Кришна, он не станет Богом. Он не Бог. Даже сыгнем, конечно. Я спрашиваю о том, кому ты изначально видишь. Все привлекающие. Он стал думать, что он был таким честным человеком. Он сказал Аллах, что ли? Он очень любопытный. Он сам сделал такое, когда подумал о значении слов. Всепривлекающие. Но это только Богу можно сказать. Любой разумный человек можно это признать. Легко. За пять минут. Что Бог Всепривлекающий. Всепривлекающий, обладающий всеми энергетиками. В этом имени есть все, говорится. В этом имени есть вся полнота. Всепривлекающие. Потому что если чего-то нет какого-то аспекта, уже не всепривлекающим зовут. Много имен. Но если мы хотим как бы обобщить в одно имя, то он наилучшим образом подходит имя Кришны. Но и при этом имя Кришны не отрицает другие его экспансии. Есть много других примеров. Проспект Вопада приводил Солнце одно ко всех. Хотя в разных частях света по-разному понимают, Солнце называют по-разному. И оно на самом деле по-разному светит. Где-то ночь не жарко, а где-то мороз светит. При солнечном светит. На экваторе это зимний такой, а здесь снег. Солнце одно. На разных языках слышны разные понятия Солнца. И на самом деле у него очень много синонимов. Как описать одним словом? Это много имен, много синонимов. Но это светило. Даже Кришна это самое изначальное светило. Но вы же знаете, как это объяснить. Все примеры вы знаете. Нужна решимость, чтобы это объяснить просто. А чтобы у меня была решимость, надо читать Бхага Матритры каждый день. Важно напоминать друг другу себе, напоминать о Кришне все. В этом вся школа. Просто помнить Кришну это важно. Я говорю, вы помните Кришну, вы легко объясните. Когда я первый раз на временах не было, вернулся. Я приобрелся в Москву именно сначала. Такие рейсы были. Из Петербурга не было рейсы. Поехал в Москву и... Там были новые люди, спокойно слышали, что люди пришли. Я заметил, что когда меня попросили говорить о Кришне, я говорю просто о Кришне говорю. Подпечатлениями Виндарма и люди принимают слушать. Я был удивлен, что они слушали меня по-другому. Потому что я говорю Виндарма. Я мог помнить Кришне в это время непосредственно глубоко. Когда я в этом сознании Кришне говорил, люди просто слушали. Слушали по-другому. Важно в сознании Кришне вообще. Помочь именно людям может тот, кто сознает Кришну. Исля. Я не знаю, что... А вот я это объясняю в концепции ислама. Потому что иногда говорят, что Аллах это все-таки живо и что-то такое. Нет. Это же неудобно ничего. Да, это Бог. Это кто-то придумывает. Можно? Я просто тогда добавил, что... Бак Смедия Никола с вами сильнее. Я иногда на семинаре объяснял, что Бухаме как-то связано с душой. Что он пришел как послание. Но никак не Аллах. То есть Аллах это отличный, но он говорит, что он в финальной памяти относится к души. Мне тоже было, да, что он действительно интересен. Большой разницы нет между души. Отлично. Нужно медитировать на Бога. Это при этом имеет обыкновение различать эти этапы. А на самом деле при этом люди различают эти этапы. Вряд ли мы сейчас с вами не сможем разобраться в этой разнице между души и лично. Если лично. Вы не сможете сейчас этого сделать. Поэтому Аллах и все достаточно. И Мухаммед достаточно. Когда на самом деле в этой стриме духовное совершенство, можете различать эти моменты. Душу, спирт душу, шива тарпа, вишну тарпа, джива тарпа. Вы сможете видеть все. То есть набрать. Сейчас невозможно это определить. Для большей связи. Спасибо. А тогда такой вопрос. Когда мы читаем такие книги, подобные «Медитары бредностей». Или, например, книги «Шистеревья свами», которые, естественно, имеют очень глубокие описания различные. И я, например, практически ничего не понимаю. И вот к чему, что это нам дает это? Именно вкус успевания, просто желание узнать Кришну больше. Если мы не получаем еще никаких реализаций по поводу разницы тарпа, например, каких-то духовного мира оттенков. Мы учимся наслаждаться духовной жизнью. В этом все наши школы. Учимся быть счастливыми в духовной жизни. Поэтому должны два компонента быть. наука и чувства. Непосредственное восприятие. Протягчиваем амутамия, шишукав и радость чувств. Непосредственное восприятие. Поэтому мы иногда должны изучать просто философию. Это такая трудная, твердая пища. Пережел, трудиться, чтобы понять, любиться туда. Иногда нужен вкус. Разно. Непосредственно почувствовать счастье. Тогда мы можем в эти моменты прибегать к каким-то филилам Кришны, к Абхагасваме иногда открывать чуть-чуть. Там должна быть сбалансированная практика. Все, кто слишком рано погружается полностью в раса тату, то, что падает в глубокие задуждения люди. Скорее невозможно. Нужно это балансировать, правильно балансироваться между философией и духовным чувством и ощущением. Есть тренды, которые вообще принципиально не хотят в раса тату проникать, потому что считают, что это опасно. Есть тренды, которые наоборот хотят. Только в раса тату не берут философию. Считают, что это слишком прощённо. Но пропагировать нужно сочетание того и другое. Разумно. Это как переехать во Вриндава для новичка. Рекомендуется не больше трех дней в новичку. Через три дня он начинает уже вести на старт. Критиковая. Внутри дня он пойдёт дальше. Да. Да, если у вас нет этого, этой позиции критики, если вы понимаете суть Вриндава, можете жить там. Можете жить Вриндаву. Но если вы замечаете, что жгал Вриндаву, и начинаете видеть там недостатки, тут недостатки, как жертвы, тут материальная поверхность Дхамы, лучше не жить Вриндаву. Лучше проповедовать. Пока мы видим недостатки, нужно проповедовать. Когда вы не увидите ни одного недостатка, куда вы не пошли, вы не сможете проповедовать. Встаньте утром отъягаев. Да и не нужно будет проповедовать. Просто будьте хорик, чтобы повторять, и люди с вами тоже будут повторять. Но пока вы видите недостатки, вы должны проповедовать. Но пока вы видите недостатки, вы должны проповедовать. Вот Кришна говорит, Бхагава Хитвы, смотри, какая серьезная книга. Но тот же самый Кришна танцует раз и лива. Как это связано? Это философия с его лилами. Неожиданно, правда? Представьте, великие ученые. Такие знания. Это выяснится, что он с чем танцует. Это не обычный ученый. Он танцует со всеми женщинами в голове Вритавы. Все. Ни с одной, ни с двумя, ни с двумя. Все они сразу. И все женщины являются его женами. Но он преднамерительный ученый. Интересно. Интересно. Это наука. Кришна непристижен сам. Но если мы знаем Бхагава Хитвы, то у нас появляется, появляется как бы, как называется, санкция дается. Такому человеку дается санкция войти в этот круг отношений с Богом. В эту среду духовную, где он живет. Нам нужно эту санкцию как бы. Пропуск. Пропуск. Еще другой пример. Если мы попытаемся просто туда проникнуть духовные отношения, то нужен пропуск, туда не пропустим. Но если мы изучаем Бхагава Хитвы, определяем квалификацию, самбанда, гьяну, это и есть тот самый пропуск. Потому что мы начали уже служение Кришне. Допускается к служению человеку. А это означает, что практически он освобождается от прешчиты, от процесса других покаяний, аскез, отречения. От всего освобождается. Пропуск может проходить. Квалификацию притает. И когда он допускается к служению, вот тогда он проникает в Атураса Таттху через служение. Но не забывая Бхагава Хитвы, самбанда, гьяна основа. Которая всегда должна быть как дом, всегда стоит на фундаменте. Если фундамент временный, скажем, то и домовременный. Что бы ни построили, на таком фундаменте он должен быть временен. Если фундамент прочный, надежный, вечный, то есть все, что вы построите, вы прочный, держательный. Самбанда, гьяна, нужно быть таким фундаментом. Бхагава Хитвы. Чтобы прийти к этому выводу, в традиции Бхагава Хитвы, нужно все шахты изучить много жизней. Много жизней изучить. Трижды все шахты нужно досконально изучить, прежде чем сделать такие выдохи, которые делают Кришна Гава Хитвы, а мы это получаем за очень короткое время. Если вы начнете читать даже Махабхарату, вы подумаете, ужасно запутанное произведение. Серьезно, если вы начнете читать Махабхарату, это вам не поможет. Вы запутаетесь там. А если еще Кураны разные начнете читать, различный бунт природы, Курана или Панишана, все перемещается в голове. Кто Бог, кто не Бог, непонятно станет для чего. Кто я. Но как только начинает читать Бхагава Хитву, все сразу же в порядке. Потому что сама судится, все на месте становится. Каждый деталь может жить. Полный порядок. Поэтому даже великие видодействия, мудрецы, они спорят друг с другом, не к разным чувствиям, не к разным мнениям. Помните ту историю? Не шуточная история, когда все мудрецы Вселенной собрались, чтобы выяснить только одну вещь, кто из трех божеств и в полном личном Боге. Согласно Татве они принимали одну вещь, что Бог один должен быть, не три. Но во Вселенной есть три божества, Абрама, Вишну и Шива. И кто из них верховные, непонятно внутри материального мира. Непонятно. Швейх и так рассказывают, что то, что Вишну поддерживает, представьте, Шива разрушает. Он с ними. Ряды на Вишну говорят, Шива разрушает. Но Вишну поддерживает самого Шива. Он поддерживает всего всего живого. А поклонники Брама их сейчас практически нет. Говорят, что без творения не было бы поддержания и нарушения. И все правы. При помощи образования эти вещи не раскрываются. Обычного образования. Едическое образование. Не раскрываются. Непонятно, что внутри материальной Вселенной все эти вещи оправданы истиной. Значит, Богу нужно идти теоретически только. Этого недостаточно. Это должно быть практическим. Нужно доказать. И так далее. Обращаются к Бригу. Главную жизнь. Это Брама Вселенная. Сын, не сыной Брама. Бригу Муни, он непосредственно сын Господа Брамы. Брат Шивы. И он Браман. И они уполномочили его практически доказать. Утвердить истину. Кто из них был полный личный Бог. Это уму непостижимая деятельность поручения была. Поэтому невозможное. Потому что Бригу должен оскорбить этих трех божеств. Знаете, это шутками. Совершить оскорбление. В отношении Божества. Сознательно. Но только Вишну понял мотив Бригу Муни. Ни Брама не понял мотива. Ни Шива. Они просто гневались. Как респектно реагировать на оскорбление. Но Вишну понимал, что он ищет абсолютную истину. И самое сильное оскорбление слышал. Поточню, к Вишну. Потому что он знал, что вечный полный личный Бог. Но доказать это нужно во всем. Утвердить эту истину. Но этот опыт поставлен очень давно когда-то. И Шиван просто... Брама наскорблю просто мысленно. Он не сказал ничего не сделанного. Он просто не выразил почтения его. Встал перед ним. Не выразил никакого почтения. Брама разгневался. Ты мой сын. Я старший. Ты младший. Ты не поддерживаешь этикет. Ты разрушишь всю культуру Вселенной. Я должен тебя наказать. Это проклясть. Но благодаря разуму. Брама. Затем пришел в себя. Подмосля проклинул. Собственно. Сын он тоже. Остановился. А Грюгуму не увидел. Эту двойственницу. И Брама. И так он доказал. Что это. Не верховный вечный Бог. Когда он пришел к Шиве. Он его оскорбил словами. Больше что сделал. Шиван так обрадовался. Он такой милый. Убедил Бребу. Он обрадовался. Просто встал. Пошел обнимать его. А Бребу сказал. Ты такой. Грязный. Шива не подходи. Ты весь в этом текле трупов. У тебя смейская откуда-то. Загинь. Не трогай меня. Не как следить. Такой грязный. Шива вспыхнул. Что Бребу. Брама. Там он не может такие вещи говорить. Он же должен знать. Мой трансонетное положение. Я убью его. Это невежество. Брама. Это невежество вообще. Я сказал. Он ко мне такой целый собродай появится. Оскорбительный. Он взял трезубец. Чтобы уничтожить его. Просто из любви. Когда была Парватя, она упала к ногам Господа Шива. И сказала. Это твой брат. Вспомни. Подожди. Но они не поняли. Ни Господь Шива. Ни Господь Брама. Причину того. Почему Бребу это делает. Но когда Бребу не пришел к Вишну. Он возлежал. На своем гоше. Как всегда. В блаженстве. В ревическом сне. И Бребу совершил оскорбленные действия. Он пнул божество своей ногой. Грубо поставил стопу на грудь. Я не знаю кто это может. Только варвары могут так поступать. Самые вообще невежественные люди. Которые вообще лишили всякого знания и качества. Могут вот так божество разрушать. Уничтожать. Пинать ногами. Он непосредственно к Богу подошел. И пнул ногой его. До сих пор не отпечаток Бребу на груди. Он гордится этим Бребу. Потому что видишь, что он в сердце видит. Что Бребу он служит мне сейчас. Он ищет доказательств. Он хочет свою миру показать. Кто верховный личность Бога. И поэтому Вишну разулыбался. Когда Бребу пнул его на год. Разулыбался. Какое счастье. Какое светоизлучение. И сказал Бребу. Ты Брабан. А Брабан очень чувствительный. Нежный. Особенно их стопы. А моя грудь такая твердая. У меня сердце такое каменное. Ты не ушибся. Висака ирония. Он сказал это. Он был так благодарен Бребу Муне. И что вся его божественная природа раскрылась. Тут сразу же. Что мотив. Пониматив. Он был искренним. Какой чистый. Мотив этого Брабана. Надеюсь, ты вообще не против никакого внимания. И тогда у Бребу вовс к нему поделись. Как сказать. Закону Бребу. И вот. Он говорит. Все видели. Все видели. Все видели. Все. Непростая задача. Даже для внутреннего Вселенного. Непростая задача. Понять эту тату. Утвердить эту тату. Прийти к ней. Поэтому. Скажите спасибо Кришне. И Шкабру Барью. Что есть Бхага Убрит. Тут сразу утверждается. Прям Кришна сам утверждает. Никто. Даже сам. Лично. Говорит. Источник всего. Что предаться нужно только Ему. И кладется только Ему. И подношение только для Него. И все же точно только для Него. Он говорит. Он сам. Он скажет. Он на них завидует. Он не говорит. Почему Кришне только для тебя. Поскольку нет зависти. Кришна раскрывает это. Но есть люди, которые завидуют Кришне. Когда говорят. Кришне нужно поклоняться. А почему Кришне? А почему не Кришне? Не могут объяснить. Почему не Кришне? Но все равно не согласны. Что Кришне не поклонятся. Кришне не поклонятся. Преодами они сейчас совершают. Велику революцию в мире духовном. Распространение Бога. Что преданы дают. Дают этот импульс служения Кришне. Первый. Преодами может дать Кришну больше никто. Понятия работе мы не можем получить. Атеистов. Зачем слушать атеистов? Зачем слушать атеистов? Мы слушали атеистов. Я в школе учился. Мы слушали только атеистов обоихся. Какой толпы. Что за глупость? Как можно обоихся? Спрашивать атеистов? Но все поступали так, потому что просто были очень глупыми. Решенными разумными. Приходите к атеисту и спрашивайте, кто такой глупый. Должны прийти к духовному учительу и спросить об этом. Назеленному божественным качествами. Найдите человека и спросите. И вы получите ответ. Почему вы обращаетесь к атеистам, к материалистам, к прессе, к средствам массовой информации и зайдите узнать о Кришне? Обратитесь к преданному Кришне. Он даст множество. Какого не есть незнамое время. Никто этого не знает, кроме львов. Да. Большое вам спасибо за ваши глубокие ответы. Я бы хотела, чтобы вы ускорили сомнения, которые у меня есть. Есть удивительный разговор о Господе Читании и Рамананда Роя. И Раманда Роя цитирует этот известный стих из Бхагава Гиди Сарватармад и Раманда Роя. И Господь Читании говорит, это внешне. Я слышал, что Бхакти Сарватармад Сарватармад комментирует это таким образом. Он говорит, что Кришна не должен приходить в этот мир и спросить нас, чтобы мы предались Ему. И это быстрее... У меня появляются сомнения в уме из-за этого. Означает ли это, что Бхагава Гиди не дает нам понять его чистым преданным служением? Или что чистый преданное служение недоступно через Бхагава Гиди? Пожалуйста, помогите мне. Бхагава Гиди – это самбанда гьяна. Или гибья гьяна. Оно дает понимание взаимоотношений с Богом. Кто такой я и кто такой Бог. Знаю, это очень ясно. Так он представляет самбанда гьяна. Первая ступень. Потому что цель – это проявление любовью к Богу. Но самбанда гьяна. И она описывает различные татвы. Трибуны материальной природы, время, карму деятельности, душу сверхдушку. Чтобы понять взаимоотношения с этими энергиями Кришны и самим Кришной. Иметь правильное конституциональное знание о себе. Конституциональное знание. Конституция. Я душа. И еще есть другая конституция. У меня есть гуна карма. Витамизм. Дверь еще нужно задать. Духовный татвупанец самбанда гьяна. Кто я? Я слуга Бога, душа. И у меня есть гуна карма. И я тоже слуга Бога. Навременно есть материальная гуна карма. И это не мешает мне служить Богу. Наоборот. Это Багаби. Оно оказывает это знание. Оказывает самбанда гьяна на божественность. Божественную нашу цель и путь божественный. Тут появляется Кришна в нашей колеснице. Мы начинаем понимать, что мы управляемся сверхдушой. Постигнув Богу Гитвы. Начинается путь, процесс. Колесница поехала. Все. Куда? К цели поехала. Это Бога Гитвы. Если нет колесницы. Нет управляющего разума. Мы вообще никуда не можем поехать. То есть сначала самбанда гьяна. Это внешняя вещь, которая нас приводит к внутренней вещи. Трансформация называется. Когда дух занимает тело в служении Богу. А в джуна сражайся. То есть происходит трансформация. И достигается прореживания. Когда происходит трансформация, материальное сознание становится очищательностью духовным. Это называется прореживание. Как вы думаете? Противоричны эти три вещи друг другу. Самбанда, риде и прореживание. На самом деле вы рассмотрите в одном целом. Как три единая вещь. Все в одном. Одно не исключает другого. Поэтому иногда предные думают, что раз Господь считает, назывался это чем-то внешним, то значит это можно отвергнуть. Когда мы достигаем, скажем, прореживания. Или апхидеи. Скажите, это возможно? Отвергнуть Бхагаву Гитву? Нет. Бхагавадита есть и прореживание. И самбанда где они? Не можете это сделать. Потому что она является сутью всех процессов. Суть всех процессов. Как сказать? Бхагавадита это не конфессиональная религия какая-то. Это не философский трактат. А суть всех конфессий и всех философий. Суть самой жизни. Если мы не установим Кришна-каттву, Джива-каттву, правильным образом, то невозможно ни апхидеи, ни прорежь. В этом смысле. Но если мы останавливаемся только на сражении, на исполнении вязанности внутри материального мира, этого недостаточно. Колеситься Кришна может ехать дальше. В итоге с знанием Бхагавадиты от Джуна затем и все пандалы уходят Кришне. То есть цель Бхагавадиты вернуть живую существу в духовный мир. Это про йожи. То есть тут нет противоречий. Целью всех процессов одна и та же. Служить Кришне. Кришне утверждает Бхагавадиты, что служить Кришне может любой человек. Вот это Бхагавадиты от начала. Есть много точек зрения на этот счет. Как это объяснить? Почему, скажите, именно Кришне должны быть какие-то материальные обязанности, как же у него трибунах материальной природы? Это мог объяснить любой Бхагавадиты от того времени. Кто-то знает это? Почему Кришна говорил? Если вы почитаете Махапара, то Бхагавадиты говорят то же самое, что Кришна говорит в Бхагавадите, а Бхагавадиты — то же самое знание. Но зачем же Кришна снова Аджуна это повторяет? Сам, лично? Могли просто Брахмана есть в Писании. Аджуна слышал это множество раз. О бунах, о карме, о долге, о том, что он кшатый, в чем его обязанности. Он прекрасно знал, что Бог говорит как Брахмана. Но почему вращается Кришну? Почему Кришна снова Аджуна повторяет? Потому что религия уже потерянная, уже авторитетная. То есть это знание должно прийти из духовного. Только Кришна может с самого верха дочнуться до самого низа. Понимаете? Только Кришна может с самого верха дочнуться до самого низа. Даже шудры, падший человек, любой, может прийти ко мне. Вот что он говорит. Но он сам это говорит. Могучный Кришне таковый, что он выше всех. И поэтому может дотянуться куда угодно. В самый низ. Уже Брахман, скажем, образованный, уже может не дотянуться до необразованных людей. Тебе не знать, как его проповедовать. Понимаете, в чем дело? Поэтому вы сказали, что Кришна говорит, Кришна говорит, Кришна говорит. И Кришна добирается до сердца любого. Вот это – это Бхага-магита. Это – самбанды я. И затем у человека появляется разум, дается разум при помощи исполнения обязанностей, как вернуться к Богу, как достичь этой цели. Кришна говорит на этот разум. Если вы знаете о Кришне, как о верховной личности Бога, это к чему относится? К самбаты, пиды или праёжи? Если вы знаете, что Кришна, верховная личность, Богоисточник всего – это что? Это не праёжи. Это праёжи. Это праёжи. Это праёжи. Но вы должны знать отношение к этой цели, ваше взаимоотношение. Это Бхага-магита, это самбаты. Это самбаты. Поэтому эти вещи, как бы, они в три единстве находятся. Иногда Бхага-магиты неправильно понимают. Иногда думать, что вот есть карма-йога, гьяна-йога, ашкакля-йога. Ну, выбирай любую йогу. Какая разница? Какой йога следующий? Гьяна-йога. А я карма-йога. Мне кажется, карма-йога лучше всего для всех подходит. Вот об этом речь идёт. Это всё абсолютно внешне. Без Кришны. Нужно учесть мнение Кришны. Что йога-магита выполняет свои обязанности. Если вы возьмёте просто этот текст, это внешнее. Внешнее представление. Но прочитайте всю Бхага-магита и увидите, что там есть. Всё. Итак, если мы правильно получим знание Бхага-магита, мы придём к Кришне. Ну, а если мы не изучим Бхага-магита, что произойдёт? Мы даже не узнаем о личности. Будем считать историческую личность. Какой-то великой исторической личности. Мы сложим, конечно, без Бхага-магита. Бхага-магита. Большое спасибо. Вот такими простыми словами рассказали о Санбанхе, о Хеде и прояджане. А вот в этом же курсе, если прояджане, мы знаем о том, что Кришна – Верховная Вечность Бога, то абхидея – это как достичь этих отношений? Это практика. Это сама практика. Практика. Процесс предназможения. Но мы должны постепенно идти или одновременно как это у нас внутри происходит? Постепенно. Прямо или косвенно человек идёт. Править или не вредить. Это зависит от выбора человека, это обстоятельство тоже. Например, мы с вами сочетаем про вреди и не вреди. Не вреди марк означает, путём отречения этим нужно. Прямо в голову. Вот как Кришны. Оставь всё и передай себе мне. Не вреди марк называют. Отрицает, отвергает и всё. Обратите, прямо в голову идёт. Править и марк – это путь чувственных наслажденческих, через удовлетворение чувств, через культуру, через многие вещи материальные, материального объекта. Постепенно, более медленные процессы. И мы с вами сочетаем то и другое. А как тогда вот эти три аспекта Сомбанга, Кида и Браёджина отличаются от про вреди и не вреди? Между про вреди и не вреди разницы нет на самом деле, потому что если цели одна, если цели одна. Только это, получается, способ достижения, я думаю. Вот именно… Есть внезапный прогресс, внезапный прогресс. Я слышал такую терминологию. Есть постепенный прогресс. Внезапный прогресс – это как внезапное откровение. Приводится к примеру одиннадцатой глыбы Бхагавадгиты, где Аджуна в силенскую форму. Внезапно у него вот это озарение. И он в страхе, в смятении едва выдерживает это видение. Кришне говорит, всё достаточно. Достаточно. Всё, я твой друг. Спокойся. И с точки зрения, как бы, современной психиатрии, что Аджуна переживает? Что это за видения такие? Может быть, это расстройство психики. Понимаете? Можно так сказать. Внезапно будет развитие не для каждого человека. Поэтому рекомендуется, как правило, прогрессирует постепенный процесс развития. Но, возможно, внезапно это зависит от обстоятельств. То есть, если вам жить осталось неделю, врачи говорят, в последний день, вы не должны выбирать право витимат. Понятно? Просто воспевать круглые сутки, погрузиться, и всё остальное забыть вообще. Всё. Не врите. Кришна говорит. Прямо к этому имени. Никуда больше. Ни к врачам, никуда. Всё. Уходите. Богу. Прямо. Но если вы живёте в этом мире, то Кришна говорит, исполняет свои обязанности. И думаем во мне. Сочетание праврите-неврите. Думаете о том, что? Праврите или неврите. Это вы думаете лично, что это? Неврите. А когда у тебя не наработают, что такое? Праврите. Неврите. А можно ли сказать, что праврите и неврите больше относятся к опхедеям? Опхедеям? Да. Поскольку это процесс, да. Это путь в процесс. Праврите-неврите-процесс. Опхедеям. Метод. Верный. Это опхедеям. Философы наши академически лучше знают эти определения. Я не самый развитый философ. Не подготовлен академически хорошо. Но я могу спекулировать. Я умею спекулировать. Я ищу. Ну, мне сказали, что богороди для всех, и христиан. Да. Вы говорили, что богороди для всех верующих. Писание подходит для всех. И от того как мы на всей речи стоим. А с другой стороны точно говорит, оставь себе две религии. Вот как понять вот это наставление? Как поколение простого народа кричит, так и ставят все другие религии, религии говорили то же самое все, возлюби Бога и все, и живи с Богом, это не то же самое, боялась всех религии то же самое, никаких противоречий нет. Например, дхарма, оставь все религии, но также дхарма переводится как обязанности, это синоним, дхарма это обязанности, долг, и вот Кришна говорит оставь все обязанности, а потом говорит сражайся. Но навестное, для меня это дело, не для себя, вот таким образом мы строим себя, все религии. Если все религии начнут служить Богу, между ними разницы никакой не будет. В этом такой ответ, если все религии начнут служить Богу, разница между ними не будет. Оставь корыстное отношение к Богу. Оставь корыстное отношение к Богу. Ну да, да. Оставить означает, да, приложить Кришне, то что мне есть. Не выкинуть, а приложить Кришне. Получается, любовь и вот эти дружеские отношения от соседних ваших, ну, связывающих. Верно. Это же как пища. Мы едим, это же материальная энергия. Кришне, ты оставь все, приноси мне. Ну, я выбрасываюсь. Я так не поступаю. Потому что Кришне я делаю по-другому. Это разумно должно быть. В связи с Богом, и вы должны эту пищу принять Кришне. Так вы ее оставляете. Сначала Кришне, а потом тем, кто нуждается. Все нуждаются в пищи. Но все нуждаются в Кришне. Вы строите, то вы отказываетесь. Зачем вы строите? Мы все отказались от всего. А вы сюда Кришне превышаете. Мы отказались. Кришне хозяин, я все. Кришне обладатель. Я служу ему, поэтому строю дом, приготовлю пищу. Нормально. У меня ничего нет. Все. Все. Кришне. Конечно. Это получается, когда мы работаем, общаемся. Надо просто-напросто с другими окружающими, на работе нельзя общаться так, как будто вот все делается для Кришны. С любым человеком. Видеть в каждом человеке вот эту, ну, сверхдушу. И уже относиться с такой преданной любовью ко всем. И на работе исполняя свой долг, обязанности, нужно делать каждое Кришне. Да? Да. Вот это получается уже три аспекта, они как бы соединяют, и получается один как бы, ну, служение духовное. Нужно видеть вот эту вот. У всех вот эту нужно видеть. Собаке даже нужно видеть. Да. Не только на работе. В природе, в гармонии, со всеми. Во всем. Говорится, что в животных легче, есть все душе, чем в человеке. Потому что молчат. А если вы идете вот туда, вот мир просто, природой, то чувствуйте Бога быстро. Если вы в общество людей придете, забудьте Бога сразу. Человек такое существо. Бунт. Бунт против Бога. Он живет в этом пути. И если что-то ему не нравится, то и все. Итак, мы закончили с вами Бхагава-хладитва. Теперь вы знаете Бхагава-хладитву. Уважение души. Ну, мы продолжим с первой главы. Начнем читать непосредственно с вами Бхагава-хладитвы, с комментариями Бхагава. Первая глава называется как? Автор армии на поле битвы круг Швейцаря. Будет описываться обстоятельства, которые вы рассказали. И вы видите, что в этих обстоятельствах вы находите с ним. С вами каждый. Интересный момент. Каждый из нас находится на поле битвы круг Швейцаря. Все уже расставлены. Во всех руках уже оружие. Все готовы сражаться. Возникает сомнение. Может, еще уйти отсюда. Слишком все. Сложно. Уйти просто, знаете, всех, кто ходит. Повторять мантру. Бросить все. Аржун не просто ходит по любому битву. Он хотел уйти в лес и заняться принять. Можно так же поступить по низке. Многие преды так думают до сих пор. На стоянии так находятся Аржуны. Ничего не хочу делать. Из-за обстоятельств таких трудов. Аржуны эти обстоятельства тоже возникли. Надо изучить. Как же выбраться из таких, как сказать, правильно. Согласно Кришне. Аржуны, естественно, просто устранился и все. А вот как? Не устраняясь, сражаясь, не граждовать, не держать пред. Иногда кто-то говорит, у нее смена положение очень сложное. Похоже, развод будет. И человек поглощен, по-моему, с этой проблемой. Понятно, что делать, что делать, что делать. Что делать? Служить Кришне. Не быть сосредоточенным на этой проблеме, а продолжать служить Кришне. Она сама решится. Просто продолжать свою приятную семью. Женитесь, продолжаясь принести. Прозводитесь, продолжаясь принести жизнь. Сколько вы ниже ни с ней разводитесь, не переживайте приятного служения. И вы очень быстро поймете, что все это глупости и все Кришне. Неважно. Очень скоро поймете, что это все неважно. Вы уже через 20 лет вы поймете. Твердо, 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 все. У вас не будет никаких сомнений. Вы вообще не захотите с этим миром материально связаться. Только служение Кришне. Все. Вы замуж водите за Кришну. Все свяжутся с подружкой с Кришной. У вас будет отношение. Есть вера. Не зря он приезжает. Есть результат. Один человек не снился. Пропаданные многие вещи материальные вообще не обращали внимания. Однажды проверили мощную программу премьер с пропадой где-то в злопе. В результате этой мощной программы приснился один человек. Но он не знал, кто он, мужчина или женщина. Какой человек приснился. Все нормальные люди ушли и воспитался один. Если вы спросите, кто это мужчина или женщина, он не мог разобраться сам. Но я и преданно не знал, что с ним делать. Туда его в какой аж вообще. Он преданно пришел. Проблема. Нашли пробовать. Ну это необычная ситуация вообще. После этой мощной программы один человек приснился, но он не знает, кто он, мужчина или женщина. Папа думал немножко. Ну пусть у меня выйдет что-то одно. Сперед этому пусть остается. Вообще это понимать не буду. Что-то одно в гараже. Служит ручное. Даже так. Сейчас это настолько актуальный вопрос. Знаете? Такая сейчас каша в умах людей. Люди путаются. Вопросы. Кто они? А кто-то же напутался. Кто же я? Что он мне делает? Сейчас у людей это вот до паранойи, вот эта путаница. Каждое в этом положении сейчас вообще сложно будет. Как жить? Жить продолжать так или не продолжать. Уйти или оставь, или перейти туда или то сделать, то ли. Столько вообще такое всего. Столько беспокоит. Вы сейчас не найдете ни одного человека в Западном мире, который бы всю жизнь на одном месте бы работал, удовлетворенный, жил в своей семье. И был полностью трудный участок. Не дали туда-сюда самолеты, машины. Меняют работу, меняют все нас. Ведь меняют жену, все меняют. Меняют пол. С ума сошлись. Потому что не знаю, как это будет. Поэтому будем читать обзор армии. Надо обозрить себе армию. Где мы сейчас находимся. Где друг, где враг, где вперед, где кармин. Где видишь те, и нужно найти свое место. В следующий раз между армией. Кришна увидит, мы рассмотрим все хорошо. Все хорошо. Всё прогол 401. Да. Шахажка Мальчикская пробудкаaa. Да. Продолжение следует...